Слушайте, вот иной раз руки просто опускаются, и я тогда думаю, вообще возможно ли до русского человека достучаться, потому что с каждым днём всё больше и больше убеждаюсь, очень маленький процент населения вообще понимает, что происходит. Простой пример, после вчерашнего выпуска программы опять наловил кучу писем, кучу каких-то комментариев, где люди пишут, ну это всё понятно, мы и так понимаем, что происходит, мы понимаем, кто виноват, ты нам скажи, что делать-то, что ты воду в ступе толчёшь. И тут я осознал, что человек вот в этот момент, когда он стучит своими вот этими вот царапками по клавиатуре, он реально не врубается. Когда он пишет, мы и так знаем, кто виноват, на самом деле он понятия не имеет, он думает, что он знает. Ну да я отвечу таким людям, ребят, вот прежде чем задавать этот вопрос, что делать, вы реально осознайте и поймите, кто виноват. А хотите я вам скажу, хочешь я тебе скажу, отвечу на твой вопрос, так кто виноват в том, что сегодня происходит? Ты. И никто больше. Только ты. Ну к сожалению, повторюсь, ты отказываешься в этом, самому себе признаваться, я даже знаю, что сейчас начнут некоторые люди писать, я тут при чём? Я что, президент, депутат, член Единой России, какое отношение я к этому, ко всему имею? Так вот я тебе докладываю, дорогой мой человек. Дело в том, что происходящее сегодня началось не вчера. И править эту конституцию тоже начали не вчера. Все эти изменения происходили поступательно. Всё началось ещё давно-давно, ребятишки долго к этому готовились. Очень долго к этому шли, постоянно где-то что-то корректируя. А ты, я имею в виду не конкретно вот ты, да, там, Валера, или там ты, Оксана. Я имею в виду по словам ты, я имею в виду и себя, и вот вас, и вас, и вас. Вот ты в это время сидел и молчал, или тебе было пофиг. Ты говорил, да я не интересуюсь политикой, потому что тогда тебе, ты учился там в университете, например. И тебе интереснее Машу по попе было гладить. Тебе интереснее было тусоваться по ночным клубам. Ты не интересовался политикой. Повторюсь, а всё происходило уже тогда. Это ведь с нашего молчаливого согласия внесли поправку в ту же конституцию, согласно которой недра нам с вами больше не принадлежат. То есть, по сути, нас ограбили, нас обокрали. Но мы тогда особо политикой не интересовались, не понимали, что происходит. Нам было пофиг. А у нас забрали эти недра, и теперь такого пункта, что они принадлежат народу, его нет в конституции много лет. Просто нам об этом не сказали. Это с нашего молчаливого согласия выбирали графу против всех из избирательного законодательства. Но нам опять было пофиг. Мы опять делали вид, что нас это не касается, хотя по сути нас тогда просто лишили права выбора. Нас тогда лишили права избирать. Мы сделали так, что мы сегодня это понимаем, что от нас на выборах нихрена больше не зависит. В 2010-м, опять же, с нашего молчаливого согласия у нас забрали право выходить на митинги, отстаивать там собственные интересы. Опять же, аккуратненько сказали, ребят, мы внесем просто поправочку в закон о митингах, пусть они носят уведомительный характер. Но, по сути, у нас тогда забрали право выходить на митинги, право устраивать какие-то протесты. Нас лишили этого права. Это произошло с нашего молчаливого согласия. Когда Крым отжимали у украинцев, уже тогда умные люди говорили, вы что творите, это вам аукнется так, что мало не покажется. Но мы тогда, у нас было головокружение от успехов на Олимпийских играх, где-то еще. Или нам опять было пофиг, и нам было неинтересно. Вот только, ребят, все, отступать некуда. Позади последний рубеж. Сейчас у нас хотят забрать вообще все права. Но мы опять пытаемся сложить с больной головы на здоровую, снять с себя какие-то обязательства, чувство ответственности. Не, я тут ни при чем. Да только мы виноваты. И больше никто. Это мы сделали Путина президентом. Это мы позволили ему дойти до такого уровня, когда он уже может сам себя считать чуть ли не заместителем Всевышнего на земле, недаром там верховный правитель России пытаются ему должность придумать. Это мы сделали так, что в Госдуме сегодня сидят одни сплошные подхалимы. Это мы сделали так, что в телевизоре одни сплошные сволочи сидят и предатели. И делают из наших людей идиотов. Из наших соотечественников. Что делать, спрашиваешь меня-то, я тебе скажу, что делать. Поднимай задницу в кулак и начинай вот все это доносить до своих друзей, до своих родственников, до своей мамы, девушки, друга, подруги. Не сиди сиднем, не царапай, не стучи пальчиками по клавиатуре. Иди и проводи ликбез. Рассказать действительно есть о чем, потому что даже вот в этих поправках, которые кажутся несущественными, и которые, ну, по сути, ничего не меняют, как мы думаем, упор-то делается на то, что Путин решил стать вечным президентом, я вам скажу, нет. Потому что даже вот эти вот как бы легонькие поправочки, они приведут к очень печальным последствиям. Ну, например, ВАТа сегодня ликует, у нас будет собственное право, которое будет выше международного. Вы серьезно думаете, что это классно? Ну, тогда я вам приведу пару примеров. Вот, наверное, несколько лет подряд мы видим совершенно какие-то абсурдные судебные решения. Ну, скажем, помните, когда у Балашихи в Подмосковной ребенок попал под колеса чьей-то там любовницы какого-то папика, и выяснилось, что ребенок, а ему 6 лет всего-навсего было, был пьян в дрова, поэтому и прыгнул к тете под машину, и наш суд, самый гуманный суд в мире, вынес именно такое решение. И таких случаев было еще несколько, но сейчас у родителей этого ребенка есть возможность, пока еще, хотя бы в международные суды сходить, и добиться справедливости там. Когда мы откажемся от этого права, когда мы поставим собственное право выше международных правил, у родителей этих детей таких возможностей больше не будет. И у нас будет только одна инстанция. Российский суд. Самый гуманный суд в мире. Или вот это я вообще яйцеголовый, меня прям радует, а давайте пропишем мрот в Конституции. Серьезно. А ты вообще знаешь, что такое мрот? Ты вообще понимаешь, что это за показатель, для чего он нужен? Для тебя это просто цифра. Ну, давай пропишем. Сегодня мрот 11 тысяч, 500 рублей. А вот теперь представь себе другую ситуацию. Вдруг завтра, там, послезавтра, через месяц, два полгода на рынке углеводородов что-то произошло. И экономика России резко пошла вниз. Национальная валюта грохнулась, там, до уровня, я не знаю, за доллар начали давать 200, 300, а то и 500 рублей. А ты уже прописал в Конституции 11 500. Уже там прописал. Все. И закон обратного хода не имеет. Вот только одна незадача. Эти 11 500 к тому моменту превратятся в 350, и на них можно будет только пачку чая купить. Но когда ты пойдешь говорить, господа чиновники, а как жить-то на эти деньги? Они тебе скажут, братан, ты хотел прописать эту цифру в Конституции, ты ее прописал, поэтому это твои проблемы. Точно так же будет пенсионный возраст твой рассчитывать. через 20 лет, когда ты пойдешь на пенсию, опять же будут танцевать от этих 11 500 только к тому моменту, эти 11 500, даже пачку чая на них ты не купишь. Коробок спичек, в лучшем случае, вот насчитают тебе пенсию в размере двух коробков спичек. И опять же тебе скажут, братан, это ты этого хотел? Мы тебя не заставляли, ты это вписал в Конституцию, а переделать не получится. С пенсионным возрастом та же фигня. Сегодня пенсионную реформу еще можно отыграть назад, через год Государственную Думу избирают, если повезет и Единая Россия пролетит мимо этой Госдумы, до тех пор, пока это просто федеральный закон, можно отыграть назад, можно внести корректировки в пенсионную реформу, можно ее просто отменить даже. Когда мы пропишем в Конституции возраст, да, там 60-65, все это навсегда. Вы поймите одно, Конституцию править нельзя все время. Это как в футболе. Когда, знаете, заменили одного игрока на другого, все, тот, которого заменили, он уже не может снова выйти на поле, во всяком случае, в этом матче. Вы этого хотите? Поэтому не спрашивайте меня, что делать, идите и рассказывайте своим знакомым. Завтра по расписанию программа Реальная журналистика, увидимся, услышимся. Все, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова